Екатерина Иноземцева, Музей современного искусства «Гараж Москва», кандидат филологических наук «Куратор», теория контекста Александра Торнира и абстрактный кабинет Лисицкого в провинциальном музее Ганновера. Заметки к экспозиционной истории русского авангарда. Прошу только. Во-первых, хочу сказать традиционное спасибо организаторам и распредителям этого чудесного места, где мы находимся, Лизе Матвеевой, которая позвала, и особой деликатности организаторов конференции, связанных с распределением сессий и докладов. Потому что сейчас у меня может получиться элегантное вступление, продолжая доклад Даниэля относительно опыта Стражеминского и его кульминации, которая сосредоточилась в одной комнате. Вот, собственно, мое сообщение будет, по сути, посвящено тоже истории одной комнаты. Альфред Барр, легендарный директор Музея современного искусства в Нью-Йорке, называл абстрактный кабинет Лисицкого в Ганноверском музее, вероятно, одной из самых значительных, как мы говорили, айцель-роймы или сингл-румс, то есть отдельных пространств в истории искусства XX века. То есть очередной, так сказать, пример того, как отдельная комната определяет стратегии развития не только институции, но и, на самом деле, модернистского канона как такового. Цитата, которую вы видите, послужит своеобразным эпиграфом к тому, о чем мы сегодня будем говорить. Я позволю себе перевести. Я задумала показать, что в жизни действуют более глубокие силы изменений, которые объединяют прошлое и настоящее, куда более интенсивно, чем мы привыкли видеть. Эта абсолютно связная, динамичная, взаимопроникающая история обладает новой силой для управления нами, для того, чтобы вести нас. История в действительности способна дать основания позитивным, новым и отчаянно необходимых энергии, которые ведут всю нашу жизнь, и не только художественную. И, как следует из названия сообщения, речь пойдет о краткой истории, а точнее сказать, о моменте удивительной синергии совпадения в пространстве и времени практики двух значимых персонажей в истории модернизма, немецком историке искусства, кураторе, директоре сначала Ганноверского музея, затем музея Род-Айленда в штате Провиденс, в Соединенных Штатах Александра Дорнере и Элли Сицком, который, как мне кажется, здесь в дополнительном представлении не нуждается. Вот такой прекрасный драматический портрет Александра Дорнера, который был уже сделан во время его пребывания в Америке. И надо сказать, что сохранилось очень много воспоминаний о том, какой вообще Дорнер произвел впечатление на встречающих его людей. Он был очень высокого роста, вот всегда с такой характерной прической, и вот этот трехдюймовый шрам, который шел практически от уха до рта. Дорнер принимал участие в Первой мировой войне, но этот шрам случился во время студенческой дуэли, потому что он занимался фехтованием, и во время одной из, так сказать, вполне себе официальных дуэлей вот его задели шпадой. Дорнер в последнее время, если быть точнее, в последнее, очевидно, лет 10-15, благодаря в том числе теоретическим работам, сборникам интервью двух уже вполне одиозных персонажей, современных кураторов, Хансу Лирхобриста и Николя Бурео, объявляются чуть ли не первым куратором в полном смысле слова, чуть ли не первым куратором, который определил канон профессии, предваряя и во многом определяя опыт Пантюса Хюльтена, Яна Лиринга, Вильяма Сандерга и так дальше. И обристый Бурео выделяет в практике Дорнера два важнейших понятия, через которые Дорнер описывал свою музейную практику. Во-первых, он называл музей крафт-пэк, то бишь, не знаю, электростанция, силовая установка. И для обоих кураторов чрезвычайно важно понимание музея как своеобразной лаборатории, как пространство, где обязаны возникать новые смыслы, и в котором даже самая, так сказать, консервативная коллекция либо коллекция, последовательно собиравшись в течение долгого времени разными поколениями, может подвергаться пересмотру и могут осваиваться совершенно другие модели взаимодействия со зрителем. В докладе я постараюсь привести основные принципы, которые были сформулированы Дорнером в его бытность в Ганновере, и хочется верить, что естественным образом к нам придет основное знание того, что Лисицкий с его демонстрационными пространствами, так называемыми демонстрационными пространствами, стал идеальной фигурой для Дорнера, директора музея, который нашел не только идеального художника, но и экспозиционера, отчасти решая свои внутренние задачи. И кажется, что именно эта синергия обеспечила легендарный статус абстрактного кабинета именно в его ганноверской версии, а не в Дрезденской, к чему мы чуть позже вернемся, и дело как раз в совпадении внутренних задач и способах их решения. Дорнер стал директором Ганноверского музея, когда ему исполнилось 1932 года. На тот момент он был самым молодым музейным директором в Германии. Значит, стал он директором, пришел в музей в 1923 году, и директором стал в 1925 году. При этом он сначала, то есть с момента основания так называемого Кэсна Гезельшафт в Ганновере, который возглавлял его первой, так сказать, редакции, возглавлял его Пауль Куперс, муж Софии Куперс, будущей жены Лисицкого. К сожалению, Куперс очень рано умер, в 1922 году, ему тогда было 32 года всего. И, собственно, связь Лисицкого с Дорнером осуществлялась в том числе при, так сказать, непосредственном таком участии Софии Куперс. Вообще, София Куперс была довольно значимым персонажем, особенно в Германии в тот момент. Кстати, именно она уговорила купить Дорнера в коллекцию Мондриана. В 1924 году Дорнер изначально, то есть она признавала его и художественный вкус, и чутье, но именно она сказала ему покупать Мондриана как, так сказать, главного представителя неопластицизма, и так Мондриан по рекомендации Софии Куперс попал в собрание Ганноверского музея. Так вот, в самом начале 20-х годов, еще будучи, так сказать, одним из деятельных участников общества Кеснера, Дорнер сформулировал, что для музея важнее исторической эрудиции и традиционного знаточества. оказывается адекватное разрешение единственной важной проблемы. Это самого насущного, жизненного, то, с чем сталкивается человек практически каждый день. Цель любой музейной экспозиции по Дорнеру дать адекватное всестороннее представление и глубокое понимание настоящей ситуации. И это может быть достигнуто только тогда, когда проявляется цитата энергии, происходящие из прошлого, и они начинают вмешиваться в нашу жизнь. Конец статы. Музей должен задействовать все возможные чувственные и интеллектуальные ресурсы репрезентации, чтобы достигнуть этой цели. Собственно, главное, задачи и вызов Дорнера состояли в том, чтобы ответить на вопрос, как конкретно культурно-историческое содержание можно стать релевантным для настоящего момента. Что помимо научной организации и репрезентации материализует нематериальные энергии, как говорил Дорнер, которые лежат в основе культурного наследия, как они могут менять человеческую жизнь и социальный механизм. То есть все, что сказано раньше, до появления конкретных примеров остается довольно пустой бутологией, и непонятно, что, собственно, делал Дорнер в музее, и что приводило зрителей и критику в довольно консервативном Ганновере 20-х годов в абсолютный шок, но при этом зрители получали действительно живой ушел. Во-первых, Дорнер бил понятие так называемых атмосферных пространств, атмосференбойме. Человек по мысли Дорнера должен был каким-то образом сопоставить себя, соотнести себя с духом определенного времени, каким-то образом идентифицировать себя с этим временем, и именно это по Дорнеру является началом эмпатического механизма. Именно здесь начинает появляться эмпатия. Например, когда Дорнер пришел, он действительно реорганизовал всю постоянную коллекцию. Значит, например, в зале со средневековым искусством он сделал просто минимальное освещение. Надо сказать, что Дорнер никогда не шел по пути некоторой театрализации или излишнего декорирования пространства. Он всегда пытался докопаться до того, что определяет зрительскую механику в восприятии довольно далекого от него произведения. Например, в зале средневековым искусством он фатально сократил освещение, так что все эти образы появлялись буквально из темноты, что, собственно, происходит в любом храме. Вот эта картинка это залы искусства Ренессанса. Дорнер знаменит тем, что он перерамил практически всю постоянную коллекцию Ганноверского музея. И для него главным, как, в общем-то, для всей истории искусства, главным завоеванием Ренессанса было, конечно, создание концепта картины как окно и, так сказать, пространство, которое конструируется по математическим законам перспективы и оказывается окном в буквально действительно существующий мир. Поэтому он перерамил все, что было в коллекции вот в такого типа практически оконные рамы. при этом он покрасил все стены в Ганноверском музее были определенного цвета. И это тоже было сделано не случайно. Вот в зале с живописью Ренессанса эти стены были такого едва серого цвета. То есть они были бледно-серые для того, чтобы создать известный контраст между довольно тяжелой оконной рамой и как бы нейтральным цветом стен. Значит, искусство барокко наоборот. Он снял рамы с темной вообще темной барочной живописи. То есть он их оставил даже без обкладки. То есть это были просто просто живопись. И стены были покрашены здесь еще это уже другой зал, к сожалению, не удалось найти фотографии, но стены были очень темные. И, собственно, вот эти световые контрастные приемы главным образом голландцев, которые были в коллекции Ганноверского музея, собственно, было такое концентрированное светотеневое ядро и фон, который практически растворялся со стенами. между залами, как вы видите на этих фотографиях, он повесил шторы. Казалось бы, почему бы не оставить вот эту традиционную анфилатную историю, зачем нужны шторы, которые создают некоторый зрительский дискомфорт. Для Дорнона это был принципиальный момент, потому что физический момент, когда человек раздвигает шторы, он должен совпадать с моментом интеллектуального и чувственного открытия. То есть физика, как бы, открытия вот этих штор, как бы, попадания в некоторое неизвестное пространство, которое становится чудесным. Обратите внимание на пол. Пол был застелен черным линолеумом. Линолеум тогда был страшно популярным вообще материалом и напольным покрытием, но не в музее. Абсолютное снятие информации с пола это становится абсолютно нейтральный фон. И вот линолеум он застелил все залы Ганноверского музея. Соответственно, шторы тоже были черные. Дорнер вводит еще одно понятие, которое формулирует как «раумбельт». На русский можно перевести как пространственный образ или образ пространства. И, собственно, это понятие связано с его убеждением, что исторические концепции пространства происходят из непосредственного выражения того, как человек мыслил себя во времени и в пространстве по отношению к другим и к предметному миру. И таким образом по Дорнеру история искусства и архитектуры прочертила историю человеческих отношений к пространству и зафиксировала это отношение. Раумбельт по Дорнеру, как он говорит, вернее, как говорят уже современные исследователи, живет в режиме флуктуации между образом и пространством. флуктуации В 24-м году Дорнер опубликовал статью, которая по-немецки звучит как «Вазольн-Хойте-Кунст-Музей», то есть «Чем сегодня занимаются художественные музеи». Дорнер наметил основные цели своей кураторской стратегии как раз в разделе, посвященном атмосферным комнатам. Он говорит об эмоциональных целях для пространственной организации произведений искусства. Он говорит показывать отдельные произведения искусства в контексте, в том контексте, в котором они могут создать максимальный эмоциональный эффект. Второй принцип. В дополнение отдельные периоды развития искусства должны находить отклик в посетителей. И у зрителя в конце концов должно оставаться ощущение абсолютной ясности, стабильности и покоя. И наконец внятно представленная последовательность этапов развития искусства должна переживаться зрителям в целостности, как некоторая последовательность этих изменений. и собственно с Лисицким Дорнер тут появляется Лисицкий. Значит, абстрактный кабинет Лисицкого это план абстрактного кабинета на международной художественной выставке в Дрездене, это 26-й год. Именно в Дрездене Дорнер впервые увидел абстрактный кабинет. с Лисицким и, естественно, Софии Кюперс он был знаком довольно давно. И именно после Дрездена Дорнер делает полноценный комиссион Лисицкому, он просит его оформить одну из комнат в Ганноверском музее. Ганноверском музее это относительно небольшая комната между так называемыми 43-м и 44-м залом, это зал экспрессионистов, и на момент создания это последний зал, в который попадал зритель, приходя в Ганноверский музей, то есть проходя всю вот эту целостную историю искусства. Значит, позволю себе процитировать Лисицкого, потому что в своем программном тексте демонстрационной пространства, демонстрационной сфоймы, кажется, что и обнаруживается абсолютное соответствие тому, о чем говорил Дорнер в своих теоретических текстах и о посрединах кураторской практике. Значит, я цитирую. Замена картин я показался здесь оси моего формирования пространства. Я хочу здесь дать принципы, которые я считаю необходимыми для самополагающей организации пространства. В этом уже заданном пространстве я пробую эти принципы показать наглядно, принимая во внимание тот факт, что речь идет о выставочном пространстве и для меня, следовательно, о демонстрационном пространстве. Таким образом, организация стены это не картина, как раскраска. Раскрашиваем ли мы стены или вешаем на них живопись, это одинаково сложно. Новое пространство не нуждается в картинах и не хочет их. Никаких картин, транспонируемых в плоскость. Далее, мы не хотим больше для наших живых тел пространства в виде раскрашенного саркофага. Дальше он довольно подробно описывает историю появления Дрезденского демонстрационного пространства. Руководство Международной художественной выставки в Дрездене в 1926 году пригласило меня из Москвы для того, чтобы оформить помещение для выставки нового конструктивистского искусства. Место и цель. Большие международные выставки, обзоры живописи напоминали зоопарк, где посетитель может одновременно обречать тысячи разных бестий. В моем пространстве объекты не должны были все одновременно наваливаться на зрителя. Если же он, проходя мемористен с картинами, оставался пассивным, то наше оформление должно сделать его активным. В этом и заключалась цель организации пространства. Соответственно, активная позиция зрителя, его моментальное включение за счет определенных пространственных решений для Алисинского оказались совершенно решающим обстоятельством демонстрационных комнат. Задание он сформулировал следующим образом. Четыре стены в данном мне помещении я рассматривала не как несущие или ограждающие стены, а как оптическую основу для живописи. цвет, под влиянием которого возникает впечатление цвета, должен регулироваться. Я поставила вертикально, собственно, что видно на картинке, перпендикулярно к стенам тонкие рейки, ширина их была порядка 7 сантиметров, на расстоянии 7 сантиметров, покрасила слева белым, справа черным, а саму стену серым. Таким образом, спереди вы видите стену серой, слева белой, справа черной. Картины предстают перед зрителем в зависимости от исходной точки зрения на белом, черном или серном фоне. Они получают тройную жизнь. Систему отступающих рейк я прервал поставленными в углах помещения кессонами. Вы видите, 5 штук, ширина варьировалась от 110 до 190 сантиметров. Они наполовину закрыты сетчатыми поверхностями, сеткой штампованной листового железа. Вверху и внизу поставлены картины. Когда одна из них видна, вторая мерцает через сетку. Тем самым я достиг того, что в зале было представлено в полтора раза больше работ, чем в других помещениях, однако одновременно была видна лишь половина из них. Соответственно, в Дрездене и понятно, что автоматический абстрактный кабинет становился интерактивным, ибо зритель мог эти панели из железа в том числе передвигать. Весь потолок помещения представляет собой верхний свет, забранный вдоль одной стены синим, а вдоль другой стены желтым. Так что одна сторона освещалась холодным, а другая теплым светом. Надо сказать, что сейчас мы подробнее вернемся, что изменилось в Ганновере, но вот это световое решение в Ганновере исчезло, зато появилось другое. Значит, в Ганновере сейчас мы к этому вернемся, это уже эскиз абстрактного кабинета для Ганновера, который воспроизведен огромное количество раз, это тоже эскизы из-за наследия Дорнера, из того архива, который сейчас хранится в музее Шпенгель. И вот, собственно, абстрактный кабинет в Ганновере. Лисицкий вместо деревянных фреек использовал стальные прутики, которые были еще тоньше, и, соответственно, их производство абсолютно, так сказать, машинным, неручным способом, это не фрезерный станок, позволило добиться еще более убедительного оптического эффекта. Кессоны, которые были в Дрездене покрыты перфорированной листовым железом, в Ганновере стали больше похожи на такие довольно плотные экраны железные, и, соответственно, момент сокрытия одной работы или другой становился, так сказать, более артикулированным. И, соответственно, зритель, заходя, открывая штору в Ганноверском музее, заходя в пространство, в зависимости от своего положения, в зависимости от того, статичен ли он в данный момент или начинает движение, у него создается оптический эффект, когда все пространство начинает практически ходить в ходунов, и, соответственно, меняется фон картин, появляется иллюзия движения, хотя этого не происходит. Очень многие исследователи указывают на то, что подобные эффекты и, так сказать, вообще работа с такой кинетографической, типом такого кинетографического движения пришли к Лисицкому от фильмов Эглинга, и сейчас мы посмотрим один из них. Кажется, вот так мы посмотрим. И как раз из симфонии диагонали, которые идут, «Ига» 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, в общем, понятно, да, что мы больше. Вот такая действительно симфония абсолютного формообразования в этой диагонали. Мы можем просто полистать, да, я хотела? Не включайте, а просто полистайте. Это видео, поэтому полистать я думаю, что я не смогу. Почему? Вот оно и листается. Вот и листаем. Видео. Соответственно, в Ганновере, когда зритель... Когда зритель открывал ту самую штору, он видел вот эту вот световую сложную конструкцию. Да, если в Дрездене решалось всё за счёт присутствия потолочного, холодного и тёплого света, то в музее Ганновера были известны перебои с электричеством. И очень часто в залах не было, ну, просто достаточное количество электроэнергии, чтобы, так сказать, полностью обеспечить затею художников. И Лисицкий, следуя кустулатам Махо и Надя, который однажды сформулировал, что свет, когда он, так сказать, создаёт искусство, когда он вводится вообще в поле искусства, должен быть опосредован или трансформирован через определённые материалы. Свет никогда не должен проецироваться на человека. И, соответственно, Лисицкий изобретает, ну, такую целую световую машинерию, связанную с различной, с различной, так сказать, интенсивностью проникания света через различные материалы, да, в том числе вот эти довольно известные жалюзи под 30 углов развернуты. Это дневной свет. То есть искусственного света, электрического света в Ганновере не было. Надо сказать, что в Ганновере была, кажется, на тот момент, или вообще это шире, можно сказать, связано с экспериментами модернистов, но в Ганновере была совершенно ожесточённая борьба между художественными критиками, всеми сплошь такого консервативного ретроградного несколько свойства, и Александром Дорнером. Значит, одна из первых выставок, которую сделал Дорнер, за 10 лет до появления книжки Беньямина про искусство эпохотехнической воспроизводимости, он сделал выставку о репродукции и оригинале, о копии оригинале, когда он повесил гравюры, и в том числе сделаны здесь сейчас копии. И зрителям предлагалось выбрать, что же является подлинником, а что является копией. И вот это, так сказать, сорвало всю немецкую прессу со страшной силой. Эта выставка стала таким удивительным кейсом, который спровоцировал серьёзные искусствоведческие дискуссии, в которых участвовал в том числе Эрвин Пановский, с которым учился Дорнер. И реакция прессы после открытия абстрактного кабинета сводилась. Все отметили визуальную эффектность решения, но, например, такой критик был, Лид Конрад Бухвальд, описывал всё происходящее как театр, операционный театр, систему заполненных клеток, и однозначно называл это таким развлекательным объектом, который призван зрителей веселить, что, как мы с вами понимаем, было далеко не так. И для Дорнера это стало вот такой, собственно, кульминацией, апогеем той самой отдельной комнаты, где сходились все его представления о том, как должен себя чувствовать зритель, что он должен воспринимать, как он должен смотреть на искусство нового века. Напомню, что там были выставлены в абстрактном кабинете и вещи Швиттерса, и Махолинаджи, и скульптура Архиппинга, и так дальше. Закончу я, видимо, одним довольно существенным обстоятельством, который связан с личной судьбой Дорнера. Когда в 1933 году Гитлер пришел к власти, соответственно, началась вполне понятная музейная политика по отношению в том числе ко всем институциям и Ганноверу в частности. В 1935 году в Европу приезжает Альфред Барр в очередной раз вместе с своей женой. И у него, собственно, было две основные задачи, три основных задачи. Его действительно искренне интересовало то, реальную ситуацию в фашистской Германии, то, что происходит с художниками. И также он должен был договориться о некоторых лоунах для своих грядущих выставок. Он готовил тогда ретроспективу Ван Гога и знаменитую кубизм и абстрактное искусство. И помимо Парижа и Берлина, одной из важнейших точек на его карте был Ганновер. Он приезжает к Дорнеру, который, естественно, его лично водил. И Барва уже в своих воспоминаниях пишет о том, что в 1935 году Дорнер уже был не на шутку взволнован тем, что происходит в стране. И Дорнер, надо сказать, очень активно выступал против нацистской культурной политики, открыто в прессе. И Барр спросил у него в 1935 году об абстрактном кабинете, который он видел в 1928 году. Собственно, практически сразу после открытия. И Дорнер сказал, что, как я цитирую Барра, «with a shadow of smiles», тенью улыбки на лице, «drew back a newly installed curtain to reveal the gallery», да, и приоткрыл, так сказать, только установленную штору, чтобы показать галерею. По крайней мере, и дальше цитирую, «Margaret Barr, at least for the moment records Margaret Barr, it has escaped the attention of the authorities». То есть, позднее, Барр, абстрактный кабинет, называют последним бастионом, потому что нацисты, как вы знаете, начали изымать из музейных собраний после 1937 года и, надо сказать, сильно до, пока собирали выставку дегенеративное искусство, начали изымать произведения модернистов. Кстати, потом продавали их на швейцарских аукционах и получали за это приличные суммы. И как раз через Дорнера Барр приобрел вполне себе лимитарным образом в коллекцию две живописи и рисунки Малевича. Уже в качестве исторического анекдота. И я напомню эту историю. У Барра была некоторая сумма, которую ему дал Рокфеллер для закупок. И, как вы все помните, Малевич вынужден был вернуться в Советский Союз в 1927 году, вызванный Министерством культуры. И это происходило, собственно, во время Большой Берлинской выставки. И Хугу Херрингу он передал определенное количество своих вещей. Хугу Херринг был довольно близким другом. И Херринг уже привез эти вещи к Дорнеру. И в 1935 году после смерти Малевича Дорнер не получил никаких инструкций ни от художника, ни от Херринга, что он должен с этими вещами делать. И, опасаясь за их судьбу, вполне резонно в ситуации усиливающегося нацистского безумия, он их продал Бару. Две живописи и рисунки, которые находятся по-прежнему в коллекции Музея современного искусства. И Бар накрутил их на зонтик, как мы все с вами помним, и положил, так сказать, в чемодан. Абстрактный кабинет Лисицкого, как Бар его называл, был последним оплотом. В результате он был разрушен, дальше восстановлен в Шпрэнгель-музеум, и вот совсем недавно, сейчас в 2019-2017 году, был реконструирован с учетом всех специальных указаний Лисицкого, материалов и оригинальных эскизов, которые хранятся, в том числе и в музее Шпрэнгель. Готовы. Спасибо. Есть ли вопросы к Екатерине? В связи... Пожалуйста. Без чек, очень прошу. Но, я просто позвольте себе несколько небольших дополнений, которые очень важны в контексте, потому что, действительно, я очень хорошо тренируюсь, потому что мы говорили там, если я что-то получше, в годы, я вернусь на секундочку, в Дрезден, еще, просто надо понимать, что произошло в Дрездене, это как бы развитие пространства трона Лисицкого, которое было показано на этом периоде, небольшой эфиринской выставке. В Дрездене Лисицкий, в общем-то, сделал то, что никто от него не ожидал. На самом деле, у него были пара контрактов, но вот эту же там, роман-экетерические произведения с фирмой, здесь он получал, как бы сказать, по-русски, откатом. И в этом году как раз была сделана научно-полностью реконструкция Дрезден, который, где нет, очень качественного, как он, мы с вами с вами Дрездену, потому что, таки, по-русски, по-русски, но важный факт, и я не знаю, так ли это, но это не интересно, так, Дрезден, на системе выставки, которые были в зоопарке, там была и Скандиналия, и Россия, и Америка, такие залы, я скажу, как сейчас это рекомендационная порядка, в конце Анафиларды, есть лифтографии, в черном пространстве был клиент, зашел через пластическую массивную, разрезанную, перед залом, перед альтернационной пространства, в срок раз, и местный зал, я говорила, и с ним, в ту же тяжелую камеру, в ту же период альтернационной пространства, там было создание друзей. Лисинский, сознательно брал картины, те, кто писал, альтернационную, с кем ему человечество договорится, и которых он хотел таким образом приподнять, вытащить их из национального кандидата, и сделать общий vision, это сьючер, то есть, как сглеживать национальные участия в действиях, и это была задача Лисинского, когда он сглаждался компроса, как комиссар искусства, его опыт, национальную структуру, художник, у нас еще художник, интернет-монисты в филдорфе, то есть, мы официальные это как бы мирование вольт-свящей горинии, искусстве подтверждения. Потом, Ганонка, теперь мы Ганонка снова. Надо просто тоже сказать, что в штат Берлина, одним из Москвы, Петрограда, и Смоленская, и Витеская, одним из комментирующих город и городов современных искусств в этот момент является Ганонка. И это не только Дорма, конечно, великая личность для исторического искусства, но и общества Кеснера, которые являются самыми декоральными, самыми шлифанными обществами. Да, появившиеся в недр как бы суперконсервативных сообществ. Два, как влядь, собственно, папы Кесницкого, которые мы сейчас имеем, это начательное обществом Кеснера. И одна из них начательное для других обществ, как-то подарок в жизни. Да, о чем Кюперс пишет в Дорма, в основном тоже Каннекс, то есть это мощность, которая производит Каннели. Но в Каннели происходит еще одно событие, оно в Шпрайне здесь тоже реконструировано. Это кабинет Швитерса. Курта Швитерса полностью Швитерса, предотвращенная полностью в инсталляцию. Из-за типа такого, только мы можем больше и как бы взлыхлась. Но был еще проект еще отдельной комнаты Махой-Надзи, который так и не был осуществлен. Но кроме вот этих комнат, это был такой тренд. Есть у вас уже сам тысяча кандиджа. Еще сделано и тот пространство, с вами. То есть это некий реальный кульминация всего происходящего. Плюс использовало много специалов. Ну и хорошо, что это случается. Хорошо, что мы с Дэниелем совпали в средотачивая и стягивая в пространстве одной комнаты, но плюс-минус одних и тех же размеров. плюс это все и все есть. Что с Дорнером тоже с Дорнером и с друзьями. Как там еще у нас Дорнером Малей и с Дорнером обеспечить некоторую протекцию и трудоустроить его. И ехал он на этом корабле вместе с Генри Расселом Хичкоком, историком архитектуры, куратором и так дальше. И они договариваются о том, что вот ты сейчас приедешь в штат Провиденс, там была такая Род-Айленд Дизайн Скул, школа дизайна, и при ней был художественный музей, ну, в общем-то, тоже очередной провинциальный музей. И удивительно, что в этом Род-Айленде он сделал несколько выставок, в том числе с Хичкоком. Выставка была про, так сказать, локальную архитектуру штата Провиденс. Там тоже он пытался внедрить какие-то свои экспозиционные решения или свои кураторские принципы, но, к сожалению, Дорнер стал жертвой, несмотря на то, что всю жизнь противостояла фашистской идеологии в любых ее проявлениях, стал жертвой, ну, по сути, охоты на ведьм, и был очень быстро уволен на этой волне, просто потому что он этнический немец. И, да, умер от сердечного приступа в Неаполе. Родился в Сайскайске в Кёнигсберге, недалеко. Если еще вопросы, какие-то уточнения. Были ли друзья Гонори в таком церкви или нет? Ты говорился вам о техниках? Нет, там друзья, я думаю, что там в Гонори, ну, то есть был его, естественно, этот тираж, который был для общества Кэсснера все-таки сделан. Вот, Махой и Найт там был. Ну, друзья. Политическая дальновидность. Спасибо. Комменты? Да. Это интересно, чтобы сравнить кабинет, это абстрактум, с неопластичным. Это темпинг, потому что Лисицкий и Стремицкий, конечно, не знают друг друга. Да. Да. из Гитарской и Смоленской, даже если тот, что я показывал на фотографии, не знаю, Стремийский. Но есть интересная вещь, что Стремийский пишет много, и пишет много о Малебуче, но никогда не предназначает Эль-Лисицкий. Это соревнования для хороста этого родственника, и все эти артисты. И хотя бы он никогда не путешествовал в Ханнольвер. Но он мог бы? Да, он мог бы, но он никогда не путешествовал в Казахстане. Он был только в связи с интернациональной авангардией для того, чтобы улучшить отношения. Он просто остался в Ворсоу-Луче, но, в основном, он был уверен, что Дернер и Эль-Лисицкий в «Эскапе» в «Адвентуре», но он не знал, но Марьян Миних в «Адвентуре» в «Адвентуре» в «Адвентуре» Воскресении мне не было очень много для других для других людей и для других в «Адвентуре» в «Адвентуре» им директор и артист иitti с мотором теорик Спасибо, Паша.